Эту историю я услышал непосредственно у самого корнского рассказчика, у корнского сторителлера Майка О'Коннора. Причем я ее услышал прямо там в Корнуре на фестивале кельтской корнской культуры, совершенно случайно, по большому счету, оказавшись, зайдя на этот сторителлинг. И услышал я ее, получается, именно на слух, на английском. Английский я знаю плохо, слушаю иногда еще хуже. И в этом смысле, с одной стороны, все остальное мы читаем и воспринимаем написанное. А тут такая аутентичность получилась в том, что я услышал именно на слух. И на слух же, и вам так же пересказываю не по написанному, а по тому, как рассказывается. Значит, история про Тома Скрипача. В Корнуре жил Том Скрипач, хороший скрипач, широко известный в узких кругах, ну то есть по всем пабам округи. И, как хорошо известно Скрипач, естественно, что его игра вызывала достаточно большую ажиотацию среди тех, кому он играл. Они его, естественно, благодарили, какие-то деньги ему кидали в шапку или в футляр для его скрипки. Но от того, как он играл, они вдохновлялись все больше и больше. И получается, что гулянка не заканчивалась, а продолжалась и продолжалась. И пабу уже надо было закрываться. И этот самый хозяин паба уже говорил про то, что ему надо многое успеть и завтра рано, естественно, вставать. Они, нет, давай гулять дальше. И Том, увлеченный своей игрой, играл все больше и больше. И в итоге даже те деньги, которые он собирал, он тут же, мгновенно здесь же и проматывал, и пропивал. И потом, будучи пьяным совершенно в стельку, он выходил из этого паба и шел под ночным корнским небом, по пологим корнским холмам. А скитаться можно между этими изгородями довольно долго, особенно, когда ты пьяный просто вот вообще. И приходил он, естественно, под утро домой уже не только без денег, но и не способный к какому-то созидательному труду по хозяйству. И жена это терпела какое-то время. И да, у него была жена. И как мы понимаем, если бы ее не было, то и самой бы истории тоже не произошло. Потому что так бы он и как-то и существовал бы, он-то свое брюхо так или иначе набивает, голодным не приходит. Это ей ничего не приносится, ей приходится держать хозяйство. А в одни женские руки, какое бы у тебя бедное хозяйство ни было, ты все-таки его не вытянешь. И естественно, что она его попиливала, и чем дальше, тем больше попиливала. То есть, где же ты шлялся, ты же как вот, ну как ты, ты же из паба выходил у тебя, ты же играл в пабе целую ночь. Играл, да, и хорошо играл. Ну так те же должны были платить. И он вспоминает, да, конечно, мне платили. Вспоминает этот футлярчик, на который эти денежки накиданы. Вот, ну так ты же должен был с ними же выйти. Такой, ну должен был с ними, да, выйти. Ну так где же ты шлялся все остальное время, и куда же подевались все деньги. Ну а потом, он хотел сказать, что мы пошли дальше по пабам, но у него вырывалось раз за разом. А потом я играл для эльфов. И как-то он сам, чем дальше, тем больше верил в эту специфическую правду, что по ночам после пабов он играл у эльфов. И потом, думая об этом, о том, какие мелодии он бы играл, скажем, в следующем пабе это было все веселей, потому что он же играл им музыку подходящую для эльфов, которую он готовил для того, чтобы играть у эльфов. Но финал оставался один и тот же. То есть он все равно пропивал столько это, сколько зарабатывал, все равно он где-то шлялся, утром он все равно был ни на что не способен. И в конце концов жена поставила перед ним ультиматум, что, дорогой, если ты все-таки сегодня снова ничего не принесешь, ну то все, домой не приходи, ты выгнан, мы развелись, и скончайся ты в страшных мучениях. И будь проклят. Ну, сейчас я скажу про разводы. И, ну, это его проняло. Конечно, прям прям жестко. Работать в это утро он все равно почему-то не смог, но эта мысль как-то запала в его душу, вот. И играл он в этот вечер, ну, так себе под давлением этой мысли, но все-таки там старался, все-таки какие-то денежки заработал, и все равно, конечно, их прогулял. Потому что лиризм того, что он играл, подталкивало публику к тому, чтобы, ну, теперь напьемся с горя. Вот. И вот он, значит, прогулял снова все деньги, и он уже без денег идет снова под хмурым корнским ночным небом. И ему так плохо, так плохо, что он думает, ну вот сейчас бы вот какой-то, моя музыка в этом смысле там умерла, но вот какая бы другая, и он слышит, да, где-то звучит музыка. Вот. И такая ничего себе музыка. Он идет на эту самую музыку и слышит, что музыка вообще хороша, великолепна, но партии скрипки там нет, а должна быть. Прям вот, ну, по-любому должна быть. Он встает, значит, там, где может поблизости от этой вечеринки и начинает вдохновленная этой музыкой, вдохновленная тем, что вызывает в нем отклик, начинает играть. Вот. И он прям чувствует, как его партия вливается в то, что он слышит, как все это становится гармонично и здорово. Распахиваются, конечно, кусты, за кустами распахнутый пол и холм. За ним, конечно же, гуляют эльфы. Вот. И они всем этим хороводом, да, скрипач, да, твоя партия прям отличная, не пошлая секунда, чудесная терция. То, чего нам так не хватало. Давай играй, давай гуляй. Вот. А он такой, такой, да, прям вот всей душой туда, и тут останавливается, и такой, ребят, ну, я не могу. Они такие, ну как, ну почему? Ну, понимаете, тут вот деньги, жена ругает, и вот за деньги вот я бы, я бы сыграл бы. Так, понимаете, а тут, ну, нет у меня такого выбора, так что денег дадите. А так, а ему только повод нужен. И они, какой вопрос? Да как они, деньги тебе нужны? Фух, ерунда. Давай. И он дал, прям, дал со всей силой. И как раз вообще все, все вообще великолепно, и утром, когда его прям все уже должно было заканчиваться, вот, они, значит, заканчивают, и он там робко такой, а, деньги? Ну, сымает шапку, он с шапкой сымает, и эту шапку доверху насыпает золотыми монетами. Прям так, что аж скатывается, он под поля так прибирает, чтобы вот прям все уберечь. Возвращается домой, естественно, значит, жена на него, типа, вот, опять под утро, опять пьяный, опять где-то был, ты все, ну, условия ты знаешь, пошел отсюда прочь. А он такой, а вот на это что ты скажешь? Вот, это, значит, деньги. И, конечно же, она страшно этому рада. Ну, все, теперь мы поехали по магазинам. Давай в город, наконец, прямо вот с этими деньгами. Я же себе и шубку, и сербизик, и мебельшку, и повозку, чтобы все это довести до дома. И они, значит, приходят в город, она начинает шопиться, а он такой, а можно я тут, значит, вот пока ты будешь по магазинам, я в Папу отдохну, поправлю себе здоровье после вчерашнего. Она такая, да не вопрос. Вот, щедро ему из этой шляпы отдает горсть монет. Вот, он идет в Пап. Ну, и тут он совершенно теперь на других правах. Он, значит, золотой на стойку. Раз, кабачек, ох! Он два золотых на стойку, два! Все остальные, ох! И тут такая гулянка, естественно, началась. До вечера просто дыкоромыслом. Этот Пап гуляет, он играет. Вот, в кое-то веке прям вообще он угощает прям всем. И музыкой угощает, и деньгами. Вот, ну и уже вечер, уже там как-то все подразошлись. Он такой сидит в того, несчастливый, лирично смотрит в окошко. Ах, как же хорошо! И ждет только супругу, которая сейчас уже должна прийти. И вот на повозочке совсем, что она купила на деньги, на золотые из этой самой шляпы. Вот, и вдруг в этот, соответственно, вечерний и лиричный час к нему подходит кабачек злой, как вообще, как черт, просто как бес. Ты, ты, ты что, паскудник? Он такой, а что, а что? Он перед ним вываливает. Такой, ты, говорит, это золото откуда взял? Тот говорит, ну как, я вот пошел к эльфам у них, играл. Ты взял золото эльфов, дебил! Вот, и вываливает перед ним гору прошлогодних листьев, которые превратилось в то золото, которым парень расплачивался весь вечер. Вот, я ж тебя сейчас так казнить буду, все, тут прям тебе не жить. Он говорит, да казни ты уж меня, казни. Больше, хуже того, что со мной супруга сделает, ты сделать не сможешь. И вот эта история сначала, конечно, мною была услышана, как такая курьезная вещь, как просто такая забавность, да. А с другой стороны, и с учетом того, что мы сегодня рассказываем, история о достатке, то она как бы о чем? Что они сделали-то не так, эти два супруга, да? Почему не получилось? А не получилось, получается, только одно. Он взял золото у эльфов, но вроде не взять у него тоже не мог. Получается, что весь косяк в том, что он попросил у них. Он играл, играл честно, но он за свою работу попросил расплатиться. И получается так, что даже если ты в отчаянной нужде, даже если ради своего достатка ты вроде должен быть на все готов, тем не менее, приступать к такие важные вещи, как просить за то, что ты делаешь, делаешь вдохновенно, нельзя. Тогда этот достаток, который вроде бы к тебе попадет, все равно обернется прошлогодними листьями. И очень любопытно, когда это сформулировалось, я почувствовал, как это перекликается с фразой из «Мастера и Маргариты», когда Булгаков словами Воланда сказал, что никогда не проси у тех, кто сильнее тебя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!